Редактор субтитров А.Семкин Яна Сапашкова, жена офицера, живет в военном городке Красной Сосенки в Тейкове. Здесь в Иванове родились двойняшки Алиса и Диана. Супруги Сапашковы приехали в гарнизон 10 лет назад. Правду сказать, разочарование было. За 10 лет заметно, что городок поменялся. Можно, как вы говорите, куда-то пройти, погулять, выйти вечером, днем с детками. Когда я приехала, не было ни площадок, по мостику даже, поэтому было невозможно просто пройти. Лавочек не было. В рамках всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выиграли грант. В 2020 году завершили реновацию парка Красной Сосенки и набережной реки Вязьма. Вместо заросшего склона мини-парк, детская площадка. Сейчас есть детские площадки, где можно погулять с подругами. И здесь очень красиво. И с семьей можно хорошо провести время здесь. Генеральский пруд, парк Красной Сосенки. Амфитеатр, лавочки, рыбаки, обновленный мост, по которому раньше ходить было опасно. Есть где подышать свежим воздухом всей семьей. Люди говорят, что очень довольны то, что есть, потому что этого ничего не было. Также, я говорю, все приятно пройти вечером. То есть ты проходишь, все освещается. То есть раньше этого не было. Наш регион с 2018 года принимает участие во всероссийском конкурсе. По числу выигранных грантов на благоустройство малых городов вошел в число лидеров. Кроме Тейкова, Гаврилов Посадки, Нишма, Шуя и так далее, всего 13 городов на благоустройство привлекли более 1 миллиарда рублей. На благоустройство территории привлекались и внебюджетные средства. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды с 2019 по 2021 года привлечено 980 миллионов рублей. Благоустроили 69 территорий. Из регионального бюджета 106 миллионов потратили на областной центр Кенешму-Юревец. В этом году работы по созданию комфортной городской среды в регионе продолжаются. Мы же программу комфортной среды будем продолжать из года в год, но просто, может быть, не все сразу. Редактор субтитров А.Семкин